привет друзья это новый год на кухне я борис волков и мы продолжаем праздновать новый год в компании замечательных людей сейчас у меня на кухне прекрасные музыканты очень хорошие поэты это максим кучеренко всем очень рад видеть и владимир ткаченко здрасте underwood это одна из самых интеллектуальных музыкальных групп underwood это владимир ткаченко и максим кучеренко они подружились во время учебы в крымском мединституте и тот и другой любили вертинского the doors и кинематограф группа названа underwood как марка печатных машинок не случайно тексты песен этой группы литературные многослойный полны необычных метафор и аллюзий музыкальный путь группы начинается 1995 году с национированного концерта на крыше мединститута и продолжается концертами по всему крыму однако после окончания учебы максим владимир ставит музыку на паузу и три года работают по специальности владимир ткаченко анестезиологом и реаниматологом херсоне максим кучеренко психиатром севастополе но в 2000 году сердце поэта не выдерживает в теле врача владимир переезжает москву дает демо записи группы знаменитому музыкальному продюсеру олегу нестерову и тот предлагает записать диск вскоре группу underwood уже узнает широкая аудитория их песни гагарин я вас любила и следи за ее левой рукой звучат на многих радиостанциях один альбом становится успешнее другого и вот уже лучшие рок музыканты страны называют underwood едва ли не самой интересной группой в россии а в конце 2014 года 19-летию группы наконец выходит полноценный сборник стихов владимира и максима под названием фленные духи и даже если он не набран на печатной машинке это все равно фирменный underwood в 2015 году в вашей группе исполняется 20 лет вот то есть вот так 20 лет вместе вот это уже такая ну такое число такое количество лет уже приличное то есть это провоцирует на какие-то вот размышления о том что было и вот что вообще самое яркое у вас вот за эти 20 лет но такие вспоминаются наверняка какие-то сполки есть я вот вспоминаю иногда журналистские вопросы один из самых журналистских вопросов самых частых почему-то звучит так вы не жалеете о том что вы ушли из медицины я задался вопросом этим то есть они журналисты не задали бы этого вопроса если бы это мы были химиками инженерами или допустим киллерами там или там не знаю там электромонтерами почему-то вот настолько сильная привязка психологическая к образу доктора как такого есть спаситель а есть спасатель да что вот само по себе вот понимание того что из этой профессии можно уйти она вызывает в людях какую-то вообще нервическую реакцию как и такое возможно вы могли выйти из медицины не жалеете володя дипломированный анестезиолог максим дипломированный психотерапевт в общем тут страшные люди собрались на самом деле сюда и это вот вот этот момент когда ты врача где-то в самолете или в поезде кричат врач врач есть такое да я однажды ехал самое неприятное если ты не можешь помочь потому что однажды ехал в метро и был приступ мужчины сердечно молодого я запомнил его как-то очень хорошо и необходимо было там помогать и люди у нас сердобольные у него через три минуты рот был полон всякими витаминами там жвачками и а он я помню что он схватился за сердцем открыт рот это было такое драматическое зрелище и я подбежал не по выбрасываю прям вот простите за подробности все не нужно и закричал нитроглицерин и кто-то там из бабушек передали я ровно три капсулы бам-бам-бам и у него значит собственно купировался приступ прошел то есть как раза 2000 год когда вы вы вдруг решили все-таки приехать в москву да то есть но так или иначе то есть вы там работали три года до если я не ошибаюсь вот врачом и приехали все-таки вот душа просила это вот как-то это это как произошло вы поняли что вы не можете все-таки вот без музыки что это какой-то выход должно получить то есть как я эту мысль обсуждал буквально совсем недавно месяц назад с докторами своей больницы из главврачом потому что они меня пригласили на празднование столетия больниц в которой работала я приехал спел две песни на сцене драм-театра херсонского и потом мы в кулуарах в общем конечно вспоминали это время и пришли к общему выводу общему знаменителю что все что происходит происходит не зря чего вы увидели у нее шутка уже из головы прям вот аж волосы встали мы тут вова работаем сто лет и сто лет работать еще будем а ты на гитаре балуйся людей не лечишь супер здорово споем да там мария снег песня о зиме мария шепнет маргарите я знаю как падает снег на иврите и если он тает чьих-то руках дождь шумит на трех языках так словари промокают на сквозь так слова любовь ржавеет как гость так в рождество совершают попек белые тайны дни но и зима и мариа и снег а и снег а если И снег, Мария и снег, Мария и снег, Мария и снег. Только небо смотрит жёлтыми глазами, Только снег кружится между городами. И зима разомкнёт ледяные фаланги, Кружит Мария в метели, твой ангел. Мария шепнёт Маргарите, Я знаю, как падает снег на иврите, И если он тает в чьих-то руках, Дождь шумит на трёх языках. Так словари промокают до буквы, Так слово кровь превращается в клюкву, Так в Рождество совершают побег Белые тайные дни. Мария и снег, Мария и снег. Мария и снег. Мария и снег, Мария и снег. Мария и снег, Мария и снег. Мария и снег, Мария и снег, Мария и снег. 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 И мне кажется, что вот 2015 в этом отношении должен быть немножко попраздничнее все-таки, потому что если он будет совсем наоборот, то, конечно, в этом будет какая-то космическая несправедливость. 2015 должен быть попраздничнее, конечно. И 2015-м, вот, юбилейным для вас можем ждать, помимо концертов, еще какого-то там нового сила, альбом? Ну, конечно, альбом хотим выпустить, вот, середина весны, либо самое начало кончика весны. Начало кончика весны, прекрасно. А вот год, понятно, 2014-й был очень тяжелым, таким непростым. А вот что хорошее в этом году произошло вот у вас? Я собой горжусь, что я не удалил ни одного франда из фейсбука, несмотря на очень сложную информационную ситуацию. Я бесконечно счастлив, что я в этом году удалился из фейсбука, раз уж и речь пошла о социальных сетях. У меня появилась масса свободного времени, которое я потратил, мне кажется, небесполезно. Мною в этом году написано огромное количество песен, гораздо больше, чем... Я даже боюсь число их называть. Я сам запутался гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Поэтому я думаю, что все нормально с этим. Вот это меня, кстати, вопрос в отношении группы Underwood всегда мучил. У вас всегда одинаковое количество песен. Вы поете это как на концертах, в альбомах. Неужели не было столько альбомов, неужели не было ни разу, чтобы кто-то написал больше песен? То есть как вы это решаете? Это очень важно для того, чтобы дуэт существовал как дуэт. Потому что когда коромысло одно ведро тяжелее, чем другое, то это уже ставит жизнеспособность дуэта под сомнение. Лучше мы всегда договариваемся на берегу, а потом все остальное. Важно, чтобы дуэт существовал. Важно равновесие, безусловно, и творческое партнерство, и паритетность отношений. Говорили о том, что год был непростой, 2014. Может, чтобы стряхнуть вот эту тяжесть года прошедшего и возликовать по поводу года наступающего, наступившего. Споем какую-нибудь песню такую, которая поднимет нам всем настроение, нашим зрителям. Ну, давайте споем песню «Платье в горошек». Она не самая грустная песня, но, мне кажется, поднять настроение должно. Ты носишь платье в горошек, ты словно кошка из кошек, И просят голуби хлебных крошек, гулик, 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 гулик. Ты словно дама с собачкой, за сигаретами в пачку. Ах, сударь в море такая качка, и как там наши все корабли. Небо голубое, город золотой, мне так хорошо с тобой, И я внутри такой пустой, я такой пустой, Как в черном море белый бурный, Возьми себе на память поцелуй. Играют мальчики в группе, Плывут неоны и гуппи, Я так хочу быть сегодня глупым, Улетай, купюра в размер, И мы с тобою, как в осе, Стоим на Ялтинской трассе, В магнитофоне порвался пасек, Этих ли я ждал перемен, Небо голубое, город золотой, Мне так хорошо с тобой, И я внутри такой пустой, Я такой пустой, Как в черном море белый бурный, Возьми себе на память поцелуй. И солнце било нагайкой, И пела чайка, я чайка, И притворилась судьба незнайкой, Но мы купили сыр и вино, И было лето курносы, И волос по хабрикосам, И мы смотрели на херескосы, Но так и не увидели дно, Небо голубое, город золотой, Мне так хорошо с тобой, И я внутри такой пустой, Я такой пустой, Как в черном море белый бурный, Возьми себе на память поцелуй. Володь, Максим, Простите, что я вот так поигрываю ничего, Я не порчу ничего. Прекрасно. Я просто на самом деле настолько люблю песни. В коленке такой прекрасный перкуссионный инструмент. Продолжайте хлопать. У меня было не раз в машине, Когда я просто вот отрывался, В том числе под ваши песни. Вот. И я просто, вот просто, Когда вот так не могу, Все по всему барабаню. И вот было такое, Особенно мне запомнилось однажды из КамАЗа, Когда так на меня посмотрели мужики. Я так посмотрю на них, И они так смотрят. Все, поднялось сразу. И лепса погромче, да? Поднялось сразу настроение. Да. Вот. У меня очень много любимых вот лично там ваших песен, А вот у родных наверняка есть какие-то вот, Особенно у детей есть всегда какие-то вот строчки или песни, Которые они любят. Вот у ваших детей какие любимые ваши песни? Это опасный вопрос. И мы не педалируем в семьях любовь к самим себе, Потому что лучше как артистов. Потому что папа, конечно. Папа. Папа это папа. Папа должен занимать жизненное пространство своими поступками не творческими, А папскими. Вот. А у меня дочь моя, Арина Средняя, спросила, Папа, а почему ты не работаешь врачом? И вот когда меня спрашивают, вот в таком контексте, Журналистком, я легко отвечаю. А я вот так вот, как с чашкой чая сидел, так и минуты на три завис. Читал в каком-то издании правила воспитания дочек от Владимира Ткаченко, И там было написано следующее, что счастливый папа должен быть, Тогда будет и дочка счастливой. Конечно. Вот что дает вам почувствовать счастье? Что вы делаете, чтобы быть счастливым? Кроме того, что занимаетесь любимым делом. Еще занимаюсь с любимой дочкой. Я стараюсь почти все время проводить с ней. Я ее ввожу в садик утром, я ее из садика забираю, Потом я с ней иду на танцы и на пение. Какие-то особые танцы, балет, хореография? Хореография для совсем маленьких. У них там и отряд их называется, боевой отряд «Ягодки». Ягодки, а потом уже идут цветочки, пестики, тычинки и дальше. Но вот пока ягодки они. У нее там репертуар своеобразный, конечно, она как бы там песни слышала наши, но в основном заказывает мне, конечно, свои любимые. Она уже знает какое-то чудовищное количество песен и стихов. У Вова очень хорошая музыкальная память. Сбился со счета. Очевидно, что дочь получила в наследство это качество. Ну, все это получила, видимо, от меня в наследство, видимо, не самое худшее. Но много стихов знает и очень много песен. Безусловно, конечно, ее внутренний хит – это песня про паровоза «Букашку». Знаете такую? Нет. А вот еще «Мы в город Изумрудно идем дорогой трудно». Знаете эту песню? Ну, вот две песни, которыми она мучает меня ежедневно раз под двадцать, наверное. Под гитарой не пристали слова? Под гитарой, под клавиши, под гитарой, под клавиши. Причем она так подходит к клавишам. Я говорю, на чем ты хочешь поиграть? Почему-то логично у нее сначала начать с барабанов. Говорит, я хочу на барабанах. Я говорю, я включаю режим барабанов, она играет. Потом, значит, ее интересуют пианино, потом скрипки, саксофоны ее очень интересуют, трубы. И потом, в конце, у нее есть любимец тромбон. Почему-то она любит на тромбоне поиграть. Похвально. Супер, здорово, споем? Слава всем. Так, колыбельная для тех, кто… Колыбельная для тех, кто играл. О, это любимейшая песня, лиричнейшая из лиричных. Согнолиричная тема «Скомарова». Ганста лиричная. Не уснуть. Просто так не уснуть, не уснуть. Ах, кто бы меня научил останавливать время. Невозможно, минуты бегут. Десом попадает мой в стремя Прозрачного всадника по имени Ртуть. Не уснуть. Не уплыть на фрегате фантазий своих. Не совершить перелет к берегам сновидений. Не погасить фонарей. Не помысли мои пешеходы. В очме без правил и движений. Не уснуть. Может, ты мне поможешь, единственный друг комар? Призови свои песни. Орфей, сегодня будь ангелом мне. Обидеть тебя не посмею. Я в бессоннице доброе Вечное сею. Колыбельная для тех, кто украл. Не спросил и взял цветной металл. Собирал плоды чижом в саду. С пяти, дети, папа ваш в аду. Не уснуть. Ровно в двенадцать часов по ночам, Как заведенный из гроба встает парабанщик. И скачет он взад и вперед И бьет пары сонным мозгом. Обманщик, обманщик, а я обворованный пайщик. Не уснуть. Вот и ты, моя сладкая Энна, В белых одеждах витаешь безмолвно и страшно. Я украл твои годы взамен. Оставил подержанный опель. Ни кола, ни двора, только слезы и молодость в попе. Не колыбельная для тех. Кто украл, не спросил и взял цветной металл. Собирал плоды чижом в саду. Спите, дети, папа ваш в аду. Спите, дети, папа ваш в аду. Колыбельная дуду, дуду. Все, что плохо брал, я положу. Честно, честно, честно. Жу, жу, жу. Это просто волшебство. Я не знаю, эта песня меня просто с ума сводит. Серьезно. Кстати, в интервью по поводу этой песни, когда вы спросили, а как вы отнесетесь, если она на шансоне появится, вы там ответили, как обычно, с юмором и с поэтическим подтекстом, что все мы так или иначе берем то, что нам по жизни, то, что нам не принадлежит. И в том числе, если после 11 не продают алкоголь, его нельзя купить, иногда приходится брать. Я сразу подумал, бывало такое? Бывала такая история? Бывало, да. Ну вот с алкоголем точно было. Уже, надо признаться, в зрелые годы. Треворовал водку, Максим? Я бутылку водки вынес, да. Это было, может быть, года три назад. Но это не самый дорогой, не конья какой-то взял. Да, много есть историй, но как-то, мне кажется, ситуация не располагает. Все-таки люди приличные у нас собрались здесь. Вот. Но самое такое еще то, что я сделал по юношеству, я книгу «Человек и время» Карла Ясперса из книжного магазина подрезал. Ну это на самом деле, как будто бы нарочно не придумаешь. Максим Кучеренко, музыкант группы Underwood, стащил книгу. Ну вот не какой-то там, не Карла Ясперса, но это же… Ну что вы хотите, я вот подрезал же в этом магазине, в котором Максим Карла Ясперса подрезал, я в студенческие годы подрезал биографию режиссера фон Штернберга. Это как… Подождите, как его звали, который снимал ранние фильмы… Нет, подождите, Штернберг или Штронхейм. Я помню, на что его звали. Книга пошла на пользу. Друзья, это Новый год на кухне, и мы продолжаем праздновать Новый год вместе с замечательной группой Underwood. С Новым годом, ребят. С Новым годом. С Новым счастьем. Новый год – это всегда какие-то вот застолья, какие-то вот празднования и новогодние байки. Вот какие у вас любимые вот есть новогодние байки истории жизни? Новогодняя ночь в отделении реанимации в качестве доктора. Это Новый год, 99-ый, 2000-ый. Угу. Наступающий 2000-ый. Это здорово было. Я это помню очень хорошо. Я даже помню фамилии больных, которые лежали в ту ночь. Смешат вопросы журналистов про медицину, про бытность доктором. При этом, так или иначе, даже в процессе у нас разговора несколько раз это все вспоминается. То есть это все равно как-то… Это другая жизнь просто. Другую жизнь, если есть склонность к рефлексе, а вот лично у меня она есть, я периодически возвращаюсь. Не вижу в этом ничего такого зазорного. Да. Зазорного, ничего. Может быть, вот мы поем песню, может быть, вот в Новый год, в праздник сейчас какую-то вот песню следующую, например, кому-то хотите посвятить? Да, конечно. Кому же посвятить песню «Татьянин день»? Я даже не догадываюсь. Я написал ее специально для мамы и, в общем, маме и пою ее. Может, передашь привет как хорошая сына? Я думаю, что она телевизор не смотрит. Но если смотрит, мама – привет. Папа – привет. Папа – это я. Мама – это я тоже. Мама, здесь конца зимы не видно, Как ей не стыдно Идти всю жизнь Зачем, скажи, намерзнуть столько лет? Есть боль и радость, Покоя нет. Есть боль и радость, Покоя нет. Мама в этой белой колыбели Стареют ели И ждут весны Блесна луны Мое ловит силуэт Есть боль и радость, Покоя нет. Есть боль и радость, Покоя нет. Лети, мой снег, На кудри и виски И будь со мной До гробовой доски Скрипят шаги В окне мелькает тень И кружит над землей Татьянин день Мама, поцелуй меня в макушку Поплачь в подушку Накрой на стол Такой простой Я вытяну билет Есть боль и радость, Покоя нет. Есть боль и радость, Покоя нет. Лети, мой снег, На кудри и виски И будь со мной До гробовой доски Скрипят шаги Скрипят шаги В окне мелькает тень И кружит над землей Татьянин день Лети, мой снег На кудри и виски И будь со мной До гробовой доски Скрипят шаги В окне мелькает тень И кружит над землей Татьянин день Лай, ла-ла-лай Лай, ла-ла-лай Лай, лал-лай Лай, ла-лай Замечательно Замечательно Я считаю нам like to Я, когда слушаю, знаю, когда поет Володя, когда поет Максим. У вас были ситуации, когда вы сталкивались с тем, что люди не различают голоса? Так я вам больше скажу, в основном мы не различаем. И в этом для нас большой печали нет. Мы уже давно знаем, что мы работаем на бренд в таком величественном смысле, поскольку так нужно. Если говорить о любимых книгах, вот три любимые книги у Максима, три любимые книги. Опа, прямо три? Ну, три, потому что я понимаю, что одной быть не может. Трех тоже, конечно, но все равно какая-то… Ну, одна у меня навсегда любимая книга Шарль де Кастер «Приключения Улленшпигеля» и Лана Гудзака – это то, что никак не вычеркнуть. Вторая книга… Я очень люблю научную литературу и мне очень нравится книга Канабиха «История психиатрии». Я, честно говоря, не хочу тут кокетничать на наши биографические темы, это действительно так. А третья книга – это всегда тот поэтический сборник, который находится у меня в сумке. Вот сейчас это карманный сборник Василия Андреевича Жуковского, который я любезно с разрешения подрезал в одном учреждении, где я был. Там была полка с книгой, мне любезно разрешили ее взять. Вот. Прекрасное и очень неожиданное такое трио, прямо скажем. Володь, а у вас есть такие какие-то? Для любимых? Ну, если хотя бы не книги, то хотя бы авторы. А, ну, в принципе, да, это же почти анкета, так что можно говорить неправду, в принципе. Анна Каренина. Анна Каренина, потом… Если говорить об авторах, да? Если говорить об авторах, конечно. Ну, пусть будет Булгаков, да. Конечно, «Мастера Маргариты», я очень ценю значение романа в своей жизни. Не знаю, но хотите, я «Улиса» назову вам. Я тоже люблю этот роман. Я был свидетель, как его читал, но его даже иллюстрировал, эту книгу. Был период, Володя рисовал акварельными красками. И есть у нас такая дама, у которой хранится это все. Надо будет, кстати, это, наверное, подрезать у нее. Любимый глагол сегодня. Заметьте, заметьте, сегодня уже четвертый раз прозвучил этот глагол. До этого я из уст Максима Лученко ни разу не слышал этот глагол. Ни разу. За то, чтобы в Новом году было что-то новое всегда. Да. Это слово я часто встречал в текстах Василия Андреевича Жуковского. Я тут узнал о нескольких неологизмах. Вот слушал там программу про неологизм, которые придумывали писатели наши. Что же мне стушевался, это Достоевский придумал слово, стушевался. Стушевался. Да. И вот ряд прям вот слов, они меня поразили, что мы вот даже не можем себе представить сейчас без них. Это вот придумывали писатели. Иногда писатели просто не обладают достаточной степенью ее грамотности. Они писали слова, ну как они их слышали, как они их чувствовали внутри себя. Например, знаменитая штукатурка Гоголя, которую он иначе как щекотурка не писал никогда. Вот. И когда он диктовал мертвые души в Риме человеку по фамилии, вот сейчас опять могу ошибиться, то ли Анинков, то ли Анинский. Я вот с вот такими фамилиями хитроватографскими, я в них не силен. А вот его все время поправлял его приятель. Он говорил, Николай Васильевич, ну нет такого слова щекотурка, штукатурка. Ну, не выпендривайся, пиши так, как я считаю нужным. Потому что, ну вот так он слышал внутри себя это слово. Понятно, что он родом из Украины, понятно, что он как бы Гоголь Яновский. И вот эта вся музыка внутри него, она как бы, особенно по отношению к гласным и согласным, у него там своя природа была. Поэтому все мы сейчас вот, когда читаем Гоголя, мы как бы умиляемся слову щекотурку. Мне понравилась, кстати, вот музыка внутри него, потому что это отличная формулировка. Потому что в вечерах, например, на хуторе без диканьки там очень много именно музыки. То есть она в языке, она вот такая вот. Вообще музыкальных прозаиков очень мало. Вот кроме Гоголя я еще, пожалуй, и Булгакова, кстати, я еще могу назвать, забыл. Андрея Платонова назвать. Прекрасно и удивительно мастер слова. Удивительно. Один из самых самобытных и неповторимых. Обожаю его. Какие у нас все-таки интеллектуальные, прекрасные сегодня гости. Спойте следующую песню. Боря, ну что вы, это просто наш бизнес. Эти звезды светят даже самой темной ночью И блестают их огни Их несет рекой молочной Ночь в раю Как на земле Только не влюбленные, а ангелы Во тьме демонстрасти Вдруг не прыгнет из кустов Ночь в раю Ты слышишь шарох этих фиговых листов Ночь в раю Все той же тьмой Накрывает, накрывает нас С тобой ночью ты слышишь Кто там зло шипит На старом древе Это он ползет по крыше Норовя в окошко к Еве Ночь в раю Но ты не спи Мой друг Адам И здесь враги Они просто притаились Они гонят адский ветер Чтобы нас с тобою сдуло За сто первый километр Ночь в раю И здесь обман Эй, Адам, ты слишком пьян Вот и утро, слава Богу Ну их райские приколы Эти змеи фирмы Эппл Эти реки Кока-колы День в раю Совсем другой Очень даже не Земной своей походкой Ты скользишь назад к луне Там, где душка Майкл Джексон На серебряном коне Там, где я Навеки сам Там, где Ева и Адам С Новогодом С Новым годом 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 Замечательно На нашей кухне очень люблю спрашивать Вот, что значит счастье именно вот для человека, который приходит на кухню Хочу очень этот вопрос задать вам Что значит счастье конкретно для вас? Счастье это переживание Оно наполняет душу И его невозможно описать в каких-то физических параметрах Невозможно прилететь куда-то, купив билет И сесть в красивое место, где плещет лазурная волна и стать счастливым И мы с Володей два дня назад играли благодарительные концерты в реабилитационной клинике преодоления для людей со спинальной травмой Они все были в колясках В этот день у них проводился конкурс соревнований Это очень такое активное пространство реабилитационное Мы играли там свой музыкальный сет и мы видели счастливые глаза Это что-то для меня очень такое, очень такое манящее, сиюминутное Хочется этому научиться, научиться быть счастливым У группы B2 есть прекрасная песня Научи меня быть счастливым Прекрасная, очень такая трогательная песня И вот она с очень каким-то правильным текстом, а не с правильной мыслью Потому что научиться быть счастливым трудно, иногда невозможно Потому что людей заботит что угодно, кроме своего счастья Они об этом думают в меньшей степени, иногда вообще не думают Они думают много о других, много о политике, о медицине, кого как лечить, кого как наказывать А в своем счастье не думают Так что надо учиться быть счастливыми Давайте тогда наш последний тост в программе будет За то, чтобы мы были счастливы и все люди в 2015 году поняли, что значит счастье для них и стали счастливыми Счастья вам друзья Счастья вам в году Счастливым быть с вами И здоровья Попиум для народа Заветные цифры пин-кода С мобилочки на мобилу Качует слово «люблю» Ты мне нравишься тоже Перезвоню тебе позже Любовь свеча Любовь свеча Жизнь огарок Не подарок Чем тебе я Кто останется с нами Что останется нам Наглотаться весны И упасть и уснуть И уйти по рукам От ладони к ладони От запястья к запястью Бесконечные линии жизни бегут К бесконечному счастью Опиум для народа Мы не знакомы полгода Автоответчик советчик Ты с ним и больше ни с кем Я люблю слабых женщин Я знаю им нужен женщин Смеется шар Плачет луза Не обуза Чем тебе я Кто останется с нами Что останется нам Наглотаться весны И упасть и уснуть И уйти по рукам От ладони к ладони От запястья к запястью Бесконечные линии жизни бегут Бесконечному счастью Бесконечному счастью